Итак, всем привет, с вами Happy Wolf. Я обещал, что будет видео по Heroes of the Storm. Мне закинули инвайт, наверное, через год после того, как я оставлял заявку на бета-тестирование, потому что заявку я оставлял сразу же, как только появилось закрытое бета-тестирование давным-давно. Но инвайт прислали вот через такой достаточно длительный промежуток времени. Видимо, косожопым волкам, которые не умеют играть, присылают приглашение намного позже, чем всем остальным людям. Окей, я решил оправдать ожидания Близзардов, поэтому я начну записывать прям с первой же самой игры, не разбираясь абсолютно ни в чем, повергая всех своих союзников в депрессию, а врагов в приступы громкого хохота. Окей, загрузочка прошла, и проблемы начались сразу же, потому что я не понял, как тут выбирать героев. Я подумал, что сейчас, после того, как пройдет загрузка, можно будет выбрать героя, но оказывается, вот та херня, что я выбрал в самом начале, это и будет мой персонаж, за которого я буду играть. Кто вообще в эту хрень научился играть, скажите мне, как тут персонажа себе можно выбрать, потому что я хотел себе Иллидана, а выбрал... Бля, я даже не знаю, кто это, я потом рассмотрю, процесс, по-моему, какой-то. Сейчас я чуть в управлении разберусь, и... Это что? Collect 100 seeds to summon Golden Terror. Это же цветочек с глазами. Охренеть, какие семена надо собирать, я хочу, чтобы этот цветочек с нами бегал. Семена каннабиса. Хотя, по-моему, это какая-то башня или магазин, я честно вообще хрен знает. Вы подумаете, что я прикалываюсь, да? Но я действительно первый раз зашел в игру, я даже обучение не стал проходить, потому что... Говорили, что игра на самом деле очень простая, и то есть там как бы все интуитивно понятно, что-то мне ни хера интуитивно непонятно. Но я-то научусь, не зря же я в доте за Адазла играл 1.25. Так, секунду. Что я вообще нажимаю? А, да, так вот, чуть-чуть про Heroes of the Storm. Ну, наверное, каждый слышал про вселенную Варкрафта, я даже по третьей части делал какое-то сюжетное видео. Во вселенной Варкрафта было достаточно много колоритных героев, и на третью часть данной игры взяли да присобачили мод, который назывался Dota. Это сделал, по-моему, Майс Фрог, да, если не ошибаюсь. Вообще, на третьей Варкрафте было достаточно много модов, там, Tower Defense, вампиры против какой-то там хуйни, я, в общем, играл в Hero Lines Wars, вот. Но, тем не менее, Dota был, как бы, несомненно, самым популярным модом, где не нужно было практически руководить армией, если вы там не призываете только каких-то юнитов, не приручаете доминаторам и так далее. У вас один герой, у вас только его способность, и вы воюете с другими героями. Тем, кто не может в стратегии, этот мод просто как манна небесная. Ну, как бы я про себя сейчас говорю. Так вот, в 2010 или в 2011 году компания Valve решила выпустить Dota 2. Но поскольку у них не было авторских прав на вселенную Варкрафта, то они не могли попросту взять героев, да, из третьей части, как бы перемоделить их и выпустить уже в Dota 2 в новом обличии. Потому что Blizzard бы тогда их засудили и сказали, что это вы наших пантов используете, вы пидорасы. Ну, не вы, точнее, а Гейбу сказали, ты толстый пидорас. Из-за чего в Dota 2 можно наблюдать жирного китайца Шторм Спирита, какого-то каменного мудака Эс Спирита, какого-то огненного мудака Эмбер Спирита. Так, секунду. Где-то какое-то сражение устроили, слышите? Идите, петушитесь на другую линию, у меня тут рассказ. Так вот, Соулкипер Эллидан превратился в какую-то черную парашу, Антимаг превратился в Аватара Блятианга из мультфильма, я не помню, как назывался, но я думаю, вы поняли. И, в принципе, так с остальными, ну не с остальными, с большинством героев, потому что, как бы, авторские права вся фигня. Погодите-ка. Я был уверен, что я на топе стою, как я на Миду оказался. Так вот, ну, я и переживал, на самом деле, когда первый раз зашел во вторую Доту, потому что я просто не мог поверить своим глазам, вроде как Дота и Варкрафт это одно целое, и что же я увидел? Каменные мудаки вместо панта, идите нахуй. Я сам никогда не был поклонником вселенной Варкрафт, сами Варкрафты воспринимал, как обычные стратегии. Охренеть, тут на Би есть рекол, как в Лиге Легенд, то есть вас на базу телепортируют, не надо телепорты покупать. Я уже обожаю эту игру, она просто элементарная. Так, на чем я остановился-то? А, ну да, Третьи Варкрафты были для меня просто как стратегии, не более. В WoW я играл буквально три часа, на официальном сервере мне абсолютно не понравилось, и я вышел. Все эти азероты, вся эта поебота меня абсолютно не интересует, но... Какой же распиздатый цветочек, а? Так вот, есть одно но. Поскольку когда-то Третьи Варкрафт реально был для меня одной из самых любимых игр, я сделал обзор на него, и что-то там хотя бы прочитал про героев, что они там делали и так далее. Варик, это заебись. Варик, это заебись. Помогите, как на лошадь сесть. О, зато я камеру научился откреплять от персонажа. Так, Зет. О, лошадка! Спасибо, брат, я твой должник, кто бы ты ни был. Окей, что-то отвлекся, начали за здравие, кончили на лицо, хотел вам про Ходс рассказать, в результате начал рассказывать про Доту. Ну просто не объяснив вам одно, нельзя понять другое. Возможно, как раз вот так бы игра Дота 2 и выглядела, если бы ее разрабатывали Близзард, и если бы они пришли к общему знаменателю вместе с Valve в свое время. Но, к сожалению, этого не произошло, и на деле у нас получилось две как бы совершенно разные игры. Вторая Дота от Valve, она такая хардкорная, именно такая, какой Доты и должна быть, но с ублюдочными совершенно модельками героев, полный отстой. А в Heroes of the Storm, в свою очередь, наоборот, герои из вселенной Варкрафта, как и должно быть, но при этом концепция игры не такая, как в Доте, а совсем другая. Как бы, я думаю, вы уже можете сравнить. Отличие на Лигу Легенд, если честно, похоже, чем на пресловутую Доту. Тут, кстати, герои не только из Варкрафта, тут еще и из Диабло, из Старкрафта, и, наверное, еще из чего-то, я точно не знаю. И дело все в том, что Valve сделали абсолютно правильно, они просто взяли Монатки, взяли Дотку, взяли Айсфрога, да, и сделали вторую часть. Да куда они, сука, лезут-то постоянно? Дайте мне договорить уже. Блядский, хуило. Он, кстати, по-моему, играет на том же герое, что и я. Да, это тоже Протас у него, он в инвиз сейчас ушел. Вот пидорас хитрый, а. Так, я сейчас тут чуть-чуть покопался в настройках, хотел миникарту перенести в левую часть по привычке. Но так и не нашел, как это сделать. Пытаюсь тут обороняться еще, тут башни какие-то вялые. Окей, я сейчас продолжу мысль, и больше к этому возвращаться не будем. Valve сделали Доту 2. Близзарды, которым до сего момента было абсолютно на Доту насрать, воспылали адской ревностью, как будто они строили планы на девушку, а ее там внезапно кто-то другой увел. И они, собственно, начали батхёртить. Это что еще за кусок говна ходячий? В нашей жизни нужно поменьше щелкать ебальником и побольше что-то делать. Или потом не плачь, что кто-то тебя опередит, а вы не используете мои модельки. Ладно, на этом, я думаю, историю Heroes of the Storm можно оставить в покое и хотя бы чуть-чуть сосредоточиться на игре. И сразу же после этого начинаются проблемы, потому что когда начинаешь думать, что прокачивать, и ты не понимаешь, что эта прокачанная способность делает, становится немного неприятно. А, слушайте, я, кажется, понял. Там, видите, написано Your Garden, Terror, что-то там. Это же этот цветочек, который я рассматривал, как раз нужно было 100 семян. Кто-то 100 семян собрал и превратился в него или вызвал его, я не знаю, что он сделал. Короче, какая-то крутая фишка, надо будет попробовать потом. А вот я, кстати, сейчас дерусь с Протасом, смотрите, у нас... Да, у нас даже ультимейт одинаковый, это точно такой же персонаж, как у меня зеркальный. Если, честно, никогда не понимал, зачем давать возможность пикать одинаковых персонажей, что в твоей команде, что во вражеской, тогда уж проще вообще сделать 5 одинаковых в одной, 5 одинаковых в другой и играетесь. Не знаю, каким образом я победил, я играю сейчас первый раз и попросту выучил, какие есть 4 скилла у этого персонажа. Кстати, по-моему, у меня тут даже магазина игрового. Я сейчас смотрел, пытался найти, по-моему, тут предметы нельзя закупать. Первый скилл у меня дает защитное поле, как у Темпларки. Второй скилл АОЕ урон. Третий скилл это инвиз на 3, что ли, секунды. И ульта превращает меня в какую-то жирную хреновину, 800, дает какой-то щит на 800 урона, 244 дамаг, сплэш, да, короче, ладно. А это что-то вроде цветочного Рошана или цветочных Эншентов, я не знаю, потому что, когда эту штуку атакуешь, из него падают какие-то цветочки и сердечки. Это, конечно, очень приятно, но я не знаю, насколько это... Это очень добрая игра. Тут должны не воевать все друг с другом, а радоваться и веселиться вместе. Да. А вот так вот выглядят тимфайты, смотрите, просто... Я не знаю, заходишь, да, туда в тимфайт, я не знаю, как себя на базу, что-то там поплевуху раздал и ушел. Вы посмотрите, просто стоят, лупят друг друга. Тут можно гулять, я не знаю, свободно, не станов, ничего. И побежал от меня самое смешное. Не, пацан, я не буду с вами драться, я передумал. Какие там БКБ, да? Что такое дизейблы вообще? До свидания, я пошел. Хочу цветочек, как его вырасти? Как? У него же получилось, где он семена эти взял? Какие-то ангелы с топорами за ним бегают, это что такое? Панда в бочку превратился, катается. Я не понимаю, чего мы делаем. Эти персонажи вражеские, что-то ходят между нами, прыгают туда-сюда. Ебать. Но это, я так понимаю, какое-то подобие барак. То есть ворота высотой в один метр и две башни по бокам. Мы играем всего 12 минут, но тем не менее, этого достаточно, чтобы практически полностью разломать базу противника. То есть это как бы мой первый матч, но я подозреваю, что очень быстро тут бои проходят. Смотрите, какие тут есть вообще герои? Есть Малфурион, в нашей команде во вражеской тоже есть. Есть Панда, есть два Протоса, я и во вражеской команде. Потом есть Джайна Праудмур, кажется так ее звали, ну, Кристал Мейден, то есть. Вот гном сто пудов, Мурадин Золотобородый, он еще в третьем Варкрафте был. Он меня, кстати, и убил. Что-то мы как-то нулевые. Рано я обрадовался. Ну ничего, у нас еще есть. Цветочек с глазами. Цветочек, помоги нам. Цветочек, я знаю, ты меня слышишь. У меня весь экран сотами какими-то покрылся. Так, ладно, я превращаюсь в какой-то утюг, и мы, в общем, идем сейчас им бить по башне. Это, я не говорю, это не тимфайт, но посмотрите, они просто стоят. Они даже атакуют через раз. Нет, пиздят они меня, это хорошо, но, блин, все равно странно, как немножко выглядит. Правда, мы их прогнали. Самое смешное, что счет-то 19-18. Я всю игру думал, что мы побеждаем, а оказывается нет. Я так понимаю, что 19-17 это счет по убийствам. Насколько я понял, я умер всего один раз. Вопрос, кто умер остальные, блять, 18? Пацаны, посмотрите, у нас тут альянсовский бэкдор, нам башни ломают. Фурион, ЦК, Висп, залетели, Некры прожали, все, все, пиздец, базу сломали. А мы там пошли Рошана убивать и не успели отдэфить, и проиграли. Ладно, мне лень стопа возвращаться, я, короче, просто камеру вам переключу и покажу, что у нас там на меду происходит. Опять этот цветочек вроде как вызвали, и он там все ломает. Вот и все. Ого, смотрите-ка, тут трон хилится и атаковать может. В кои-то веки сделали, наконец-то, возможность у главной базы обороняться хоть как-то. Правда, это не очень помогает все равно, ну ладно. Тут вообще, что башни стреляют, как будто, я не знаю, конфетти, что тут Нексус ничего вообще не сносит. Ну, то, что меня только что чуть не убили, это мы в расчет не берем, окей? Слышите, если бы я не знал, что это Heroes of the Storm, я бы подумал, что это Лига Легенд на самом деле, какая-нибудь вторая, потому что очень похожа, ну серьезно. Смотрите, просто подошел, сейчас на второго. Бум, даблкил, все. Вот первого, которого я убил, его зовут Тассадир, это же вроде и есть мой персонаж, да? Или это ангел какой-то, я что-то вообще уже запутался. Enemy Slain, Мурадин. Да, я же говорил, этот гном Мурадин золотобородый. А, уже все? Ну? Ну, своеобразный на самом деле геймплей, он отличается от того, что мы видим в Доте, в Лиге Легенд, в Хоне. Это игра специально для таких, как я, кто там не хочет париться с покупкой предметов, что-то прокачкой спеллов. Тут за тебя все команда может сделать, тебе уровень накинется, потому что как бы уровень общий и так далее и тому подобное. В общем-то, изи-бризи. Если хотите, можете меня добавить, ник там мой в таблице был, вместе сыграем. Ну, а с вами был Happy Wolf, как всегда спасибо за просмотр и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok